Ой, я сейчас сам такой пирог приготовлю! Поработаем карандашами! Огурский тигр! А! Хорошо, поработал! Огурский тигр! Энергосбережение Итак, теперь вы знаете, как важно беречь энергию! Так-то лучше! Урок окончен, все свободны! Малик, ты куда? Мы же дежурим! А я не могу! У меня дела! Интересно, какие? Мне надо энергию сберегать! О! Чего? Забыли, что деду сказал! Современная техника умеет экономить энергию! Для этого в планшетах, ноутбуках и телефонах есть режим энергосбережения! Он снижает яркость экрана, не дает приложениям быстро съедать заряд, и устройство работает намного дольше! А такие приборы, как, например, телевизор или микроволновка, лучше вообще отключать, когда ими никто не пользуется! И, конечно, уходя, гасите свет! Оно ему! Это нолико-восберегательство, обыкновенное лентяйство! Есть у меня одна из дейка! Все, что жало в своем ролике? Давай! Энергосберегающий фиксик! Звучит красиво! Ну, я побежал? Нет-нет-нет, ты что? Всю энергию по дороге растеряешь! Ладно, тут посижу, посмотрю, как вы работаете! Симка, там за вентилятором грязно! И что бы мы делали без твоих ценных советов? Кир, ты не все вытер! И тут тоже! От болтовни тоже энергию теряешь! Тяжелый? А ты на бок поставь! Легче будет! Да не так! С другой стороной! Хорошо, что хоть кто-то из нас бережет энергию! Молодцы! Как у вас дружно получается! Теперь надо вон тот угол почистить! Может, поможешь? Не-не-не, мне пока нельзя! Эй, куда вы подевались? А дежурить кто за вас будет? Симка, давай пас! Наила! Ловлю! Эй, куда? Эм, ну я! У тебя, Ноличик, режим! Энергосберегающий в мяч неиграющий! Некоторые приборы съедают столько энергии! А другие молодцы! Работают так же, а электричество экономят! На новой технике сейчас можно увидеть вот такую этикетку с цветной шкалой! Если отмечен красный цвет, то перед тобой обжора! А если зеленый, умная машина! Техника класса А! Экономи энергию, она бережет природу! Но ты и сам можешь помочь планете! Вот холодильник! Закрывай его плотно! И не ставь туда горячую еду, чтобы не морозил зря! Не сиди часами с планшетами и телефонами, чтобы заряжать их реже! Да и читать гораздо лучше не при электрическом, а при солнечном свете! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нечестно, я тоже хочу играть Правда? А как же твой режим? Да я уже столько энергии сберег Лови, Гик! Фрик, лови! Ну давайте, вы чего? А вам не кажется, что нам тоже надо поберечь энергию? А мне что делать? Одному играть? Я знаю, на что потратить твои накопленные силы Ну, Олег, давай тщательнее! Там еще грязь осталась! Правее, правее! И что бы ты делал без наших ценных советов? Может, поможете? В другой раз! Сегодня мы Энергосберегающие пищи! РИККИ! Я вернусь к себе домой И везде проверю Вдруг таится пиксик мой Где-нибудь за дверью Сыщь ему скажу я Он подмигнет в ответ А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Катя, это тебе! Думаешь, я не помню про первое апреля? Какое первое апреля? Хитренький! Ну и что там? Лягушка? Таракан? Меня таким не напугаешь! Вы что, совсем ку-ку? Первое апреля, никому не верю! Я так заикой стать могу! Ты чего? Мы же пошутили! Смешно! Ну вот, доигрались да икоты! Люди дышат легкими, а помогает им в этом мышцы межреберная диафрагма. Они сокращаются, мы вдыхаем, расслабляются, выдыхаем. Путь воздуха лежит через голосовую щель, и если проглотить неразжеванную пищу, выпить много воды залпом или просто испугаться, сокращение происходит чаще, а края щели быстро смыкаются. Из-за этого препятствия возникает резкий звук, и начинается икота. Вроде все. А ты, Симка, переживала. С икотой шутить нельзя! Опять? Так, задержи дыхание! Держи, держи! Не могу! Ну как, прошла? А, тебя просто кто-то вспоминает! От этого и икота! Точно! А кто? Мама? Нет! Папа? Нет! Кусачка! Какая кусачка, Норик? Ну да! Хамелеон? Учительница? Дед Мороз? В апреле! Так, нужен другой способ! Норик, ты чего молчишь? Нечего предложить! А, вот и есть! Надо прыгать на одной ноге и считать вслух! Что? Рассказывай! Тогда сама придумывай! Ладно, надо пробовать! Раз, два, три, четыре, пять! А долго считать? А, я пока не придумал! То есть это ты сейчас сочинил? Зато икоты больше нет! Правда? Какой же ты Норичек молодец! Дед! Люди так обожают шутить, что даже придумали праздник! День смеха! В этот день дети и взрослые разыгрывают друг друга с давних времен! Например, 300 лет назад толпа горожан собралась посмотреть уникальное представление! Но когда занавес раскрылся, на сцене было пусто! Ну что делать? Первое апреля никому не верю! А однажды по телевизору показали репортаж об урожае макарон, которые растут на деревьях! И многие поверили! Вот умора! Розыгрыши и шутки – это здорово! Главное, чтобы они не были обидными! Прежде чем пошутить, подумайте, было бы вам смешно от такого розыгрыша! Я слышал, что один человек почти сто лет икал! Его тоже друзья напугали! Идея! Надо съесть что-то кислое! У тебя лимон есть? Класс! Вот сам и ешь его! Мне-то зачем? Ты же икаешь! Да это все из-за твоих дурацких розыгрышей! Я виноват, что ты шуток не понимаешь! Ай! Что это? С первого апреля! И ты туда же! Но хоть больше не икаешь! Ой, и правда! Шла Симка по шоссе и тащила в винтик! Ура! Ты-дыщ! Кажется, это заразно! Спокойно! Я знаю проверенный способ! Стоп! Риппи! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А я... а я тут как Супермен! Чего это ты? Не ссорьтесь, вы оба герои! Ой, а выложишь в интернет, станем знаменитыми! А не боитесь стать слишком известными? Ха! Славы много не бывает! Ну-ну, пожалуй, в другой раз! Эй, так нечестно! Я... Мы мир спасли! А никто не узнает! Комикс — это книга в картинках! Ее пишут и рисуют одновременно! Сначала придумывают историю! Например, про супергероев, принцесс или ученых! Можно даже про всех сразу! И начинают рисовать! Лист бумаги делят на клетки, и в каждой создают картинки с сюжетом, сцены! Сразу героев пишут в таких облачках, в баблах! Так, сцена за сценой, и получается комикс! Как будто мультик, только на бумаге! Ой, а это что? Ммм, неужели сама нарисовала? Все-таки котен у меня талантище! Подписчики оценят! Талантище! А планшет разряжен! Ох, это надолго! Ммм, устроим генеральную уборку! В лед зарядиться! Ещё немного, и дело в шляпе! Точнее, в интернете! Ха-ха! Она столько людей узнает! Людей? Тайна фиксиков! Комикс нельзя выкладывать! Трать батарейку! Как же медленно! Фиксики питаются энергией приборов! Но, если провод отключить, нам внутри зарядиться, то планшет сядет! Только сначала нам надо разрядиться! За дело! Вырубился! Хм, неужели я забыла её воткнуть? Ещё посмотрим, кто кого! Люди могут часами сидеть с планшетами и телефонами. Из-за этого их приходится всё время заряжать. Знаете, как делать это реже? Отключать технику от сети, когда у неё уже сто процентов заряда. Закрывать приложения, которыми прямо сейчас не пользуетесь. Просто слушайте музыку. Яркость экрана можно приглушить. И, конечно, старайтесь не тратить энергию до нуля. Может, испортится батарея. Ах, да, чуть не забыла! Если на зарядке включить авиарежим, дело пойдёт быстрее. Ну, а пока прибор набирается сил, лучше его отложить и повисеть на турнике. Или поиграть в настольные игры. Сейчас лопну. Терпи, Гид. Терпи! Так долго мы не протянем. Мам, а что ты делаешь? Ой, котён, твой комикс просто фантастика. Хочу подписчикам похвастаться. Может, не надо? Ты же моя гордость! Настоящий художник! Я ещё нарисую! Тут криво! И герои так себе. Ой, ты рисуй! Потом покажем! А у меня прямой эфир! Фух! О, а вот и звёзды! Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! Хорошо, что ты комикс не выложила Я помню про тайну фиксиков Не то, что некоторые герои А вы чего так дергаетесь? Мы на бег вперед Слоретились Катя, ты скоро? Катя, ты скоро? Я их искать не надо Все равно уверен я Фиксик где-то рядом Он тайный мой помощник И добрый мой сосед А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Кондиционер Эй, зеленый! Я тут! У-ху! Кис-кис-кис! Что-то Игрек застрял Это потому, что Игрек в кондиционерах не бум-бум Он сказал, что собаку на них съел Пусть докажет Ла-ла-ла-ла-ла Леон! Ку-ку! Тихо-аккуратнее! Упадешь! И когда ты научишься нас различать? Ну как? Все работает Да! А на пульт почему не реагирует? Хе! У вас кнопка залипла Где? А-а-а! Ну кто так жмет, а? Изнутри надо вытаскивать Кондиционер помогает спасаться от жары Он состоит из двух частей Одна висит на улице Другая в квартире Воздух из комнаты всасывается внутрь И проходит через охлаждающие трубки Лишнее тепло вылетает наружу Через вот такой вентилятор А ледяной воздух возвращается в помещение А между прочим Некоторые кондиционеры умеют не только охлаждать Но и греть Включил зимой и хорошо Где лофта? Ура! Сейчас охладимся Пылища Они хоть иногда убираются О-о-о-о! Свежо! Оф! Давай потеплее Мне дует А мне жарко Ты меня заморозишь Совсем плохо держится А ты всех упаришь Еще и это Пар костей не ломит Особенно, когда их нет Что у вас там происходит? Я и без пульта справлюсь Моя взяла! Ну, держись Летом в комнате с кондиционером комфортно Но сидеть прямо под ним не стоит Можно заработать насморк Или застудить спину И провести каникулы дома Еще важно помнить Что кондиционер не делает воздух свежим Погоняет один и тот же Поэтому квартиру все равно Нужно проветривать Несколько раз в день Играя в жаркий день на улице Старайтесь чаще бывать в тени А на солнце носить банаму Мазаться защитным кремом И пить воду И осторожнее с мороженым Чтобы не заболело горло Кстати, если взять садовый шланг И позвать пару друзей То освежающими Станут даже обычные залочки Мне холодно! А мне жарко! Холодно! Жарко! Так вот оно что! Тоже мне фиксики Остановитесь! Вы его почти даромали! Ну вот! Я предупреждаю! Фу! А-а-а! Помогите! Игрек? Тихо! Спокойно! Я невкусный! А-а-а! На помощь! Игрек, ты зачем в террариум полез? Леона испугал! Вот, пожалуйста! Игрека заморозил! Да! Это все ты со своей духотой! Я? Да если бы не ты! Я... Эй! Ты куда? А чинить кондиционер? Чинить? А еще говорил, собаку на кондиционерах съел! А самого четь-хамелеон не слопал! Играет музыка! РИКСИК А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Наводишь творческий беспорядок? Да, это мама сказала выбросить все ненужное А что здесь ненужное, я пока не решил Помочь? Давай Так, это сюда Это тоже сюда Эй, это же колесико от моей первой машинки Оставлю на память Ну, колпачок-то уж точно не нужен Нужен Он от Катиной ручки Тоже на память? Ага А фонарик? Он не работает Понял, понял И кубик Крепко ты его тогда склеил Ха-ха Круто ты все помнишь Как компьютер Память помогает человеку ничего не забыть В ней, как в огромной библиотеке Хранится все, что люди узнают за свою жизнь И эти запасы растут каждый день У компьютеров, планшетов и телефонов Тоже есть память Только кончается она в самый неподходящий момент Но это легко исправить Ставить карту памяти Скачать лишнее на жесткий диск И загрузить в облачное хранилище Ну все, память заполнили Вот теперь все Эй, нас стопусом из-за этого перышка Чуть не выбросили Вот именно И мы в мусорке и место Это тоже память? Нет Ты целую коробку собрал Моя коробка Что хочу, то я оставлю Смотри Отпусти Или ты мне не друг Дим Димыч, вот молодец Столько мусора собрал Нет, мам Это все мне нужно И это тоже Может из твоей комнаты кладовку сделать? Кровать в коридор поставим Это еще почему? Потому что Места скоро здесь совсем не останется Давай ты все-таки выберешь самое ценное Ладно Все Вот и замечательно Это самое ценное Правда Уговорил Нолик, мама ушла Нолик, ты где? Хранить воспоминания помогают памятные вещи Снимки, рисунки, статуэтки, магниты Да что угодно Но когда их слишком много И они лежат в беспорядке Приятные моменты быстро улетучиваются Поэтому фото и картинки Можно отсканировать и хранить в компьютере Фигурки красиво расставить на полке И протирать их от пыли Но даже если что-то вам больше не нужно Не выкидывайте сразу Лучше придумайте, как использовать это По-новому Так даже треснутый чайник Может стать цветочным горшком А еще прежде чем купить новую вещь Хорошенько подумайте Вдруг она у вас уже есть Нолик Ты обиделся? Но Нолик Мама Стой Нолик Живой Я так испугался Меня опять чуть не выкинули Ну хватит, Дуца Я же извинился И перо сохранил На память Чтобы больше не ссориться Может все-таки выбросим А то второй раз из-за него страдаю А как же память? Такое не забудешь Ну вот я кое-что другое прихватил На память Панчик? Ага Помнишь, как ты конфет объелся? Тебе еще зуб вырывали Когда? Ха-ха-ха А память-то у тебя дырявая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вернусь к себе домой И везде проверю Вдруг таится пиксик мой Где-нибудь за дверью Ведущему скажу я Он подмигнет в ответ А кто такие пиксики? Большой-большой секрет А кто такие пиксики? Большой-большой секрет А кто такие пиксики? Большой-большой секрет Аттракцион Готово! Может уже прокатимся? Тут докрутить Здесь подтянуть Да сколько можно-то? Это сложнейший механизм Должен работать как часы Теперь все? Вроде да Почти Аттракцион надо испытать Я и говорю Врубай Нет Жди меня здесь И ничего не трогай Самые простые аттракционы Это качели, карусели и горки Они есть на каждой детской площадке Но все обожают огромные аттракционы Которые могут на большой скорости Поднять тебя вверх Хорошенько покрутить Или даже перевернуть вниз головой Перед запуском Такие конструкции долго и тщательно проверяют А первыми пассажирами здесь становятся тяжелые мешки Или манекены Ого! Это мы удачно зашли! Твой аттракцион? Наш с Игриком Эй! Игрик сказал не включать Сначала испытать надо На нас и испытай Но Игрик Вот заладил Игрик, Игрик Ты сам не можешь запустить Я? Ну да Игрику можно, а тебе нет? И правда Я тоже в кнопках разбираюсь Готовы? Сейчас, сейчас Это все? Да, лучше Игрика дождаться Ладно, выпускай Как? Пошутили? Хватит Открывай! Супер! Еще кружок? Ну ладно У-ху! Останавливай! Эй, ты шутишь? Наверное, это Дормози! Хватит! Рычаг! И долго нам висеть? Тебя вообще нельзя пускать в технике Я думал, тут все просто Стой! Ничего не трогай! Хватит с нас испытаний! Повиси им! И где этот тумбник прохлаждается? Морик, я же запретил трогать! А если бы близнецы свалились оттуда? На любых, даже самых простых аттракционах Важно соблюдать несколько правил На качелях или каруселях Нужно держаться очень крепко Прежде чем сесть на большой аттракцион в парке Лучше вытащить все игрушки и телефоны из карманов На большой скорости они могут улететь Проверяйте, хорошо ли закреплены ремни безопасности И ни в коем случае не отстегивайте их Кататься с едой вообще опасно Можно подавиться или измазать соседа Садитесь только на те аттракционы, где есть контролер Ну и, конечно, не трогайте детали механизма Следуйте этим советам и катайтесь с удовольствием Аттракцион готов к работе О, наконец! А мне можно? Может, еще раз испытать? По-моему, наш изобретатель слишком много сомневается А давай его и прокатим О, а эту кнопку мы еще не нажимали Не трогай! Это сюрприз! Сюрприз для Шпули А давайте еще раз! А давайте еще раз! Я вернусь к себе домой И везде проверю Вдруг таится фиксик мой Где-нибудь за дверью Ведущему скажу я Он подмигнет в ответ А кто такие фиксики? Я проверил ваши работы Симка, все отлично, как всегда Да А у тебя что? Ничего И это ничего надо исправить Помоги, пожалуйста, Файеру подготовиться Только не это Через час встречаемся у меня Не опаздывай Вечно это Симка, все отлично, как всегда Записка Интересненько Шпаргалка Ага, так вот откуда все пятерки Профессор оценит Хотя Не самому пригодится По легенде Шпаргалками пользовались Аж в восьмом веке нашей эры Карл Великий Хоть и был королем Но не мог запомнить Как писать свое имя Поэтому он всегда носил с собой Листок со своей подписью И копировал ее То есть Списывал В театре были люди Шпаргалки Суфлеры Они подсказывали актерам Если те забывали слова Сейчас Ведущие новостей Прогноза погоды Блогеры Пользуются Телесуфлером Перед объективом камеры Ставят стекло Которое отражает Бегущий на планшете текст В кадре этого не видно И зрители Думают, что ведущий Не читает А рассказывает новости Наизусть Профессор Я готов Уже все выучил? Там И учить-то нечего Ну что ж Садись Нога Чешется Ой, спина затекла Так-так Решил списать Я... Это не моя шпаргалка Это симки Неужели? Ну а списывай, что ты Иди готовься Ну наконец-то Я уже думала, ты забыл Забирай свою шпору Я так тоже могу пятерки получать И много уже получил Ну ладно тебе Шпаргалки помогают только тем, кто пишет их сам Не смеши Пиши Да тут места нет А ты мелко пиши И аккуратно Готово! А как ее вытащить, чтобы профессор не застукал? Не так Я на контрольных не списываю Что? Я зря столько пыхтел? Не зря Она поможет Только по-другому Думаете шпаргалки нужны только двоечникам? А вот и нет Их полезно делать всем Сложное слово, формулу или дату Гораздо проще запомнить, если прописать их несколько раз Главное не строчить бумажки всю ночь А как следует выспаться И на контрольной шпаргалка точно не понадобится Только помните На бумажку надейся, а уроки учи Без этого никакая подсказка не сработает Стивка, я все сдал И даже ни разу не подглядел Прям ни разу? Шпаргалка правда волшебная Ты так и не понял, что сам все выучил? Как? Пока ее готовил Ааа, ну держись Теперь я стану первым в классе Ага, садись будем заниматься Зачем? У меня же есть С одними шпаргалками Отличником не станешь Точно выучил? Точно-точно готов? Нет, не так Ааа, уже все выучил? Пусть твердит моя семья Их искать не надо Все равно уверен я Фиксик где-то рядом Он тайный мой помощник Их добрый мой сосед А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Прятки Минус восемнадцать Плюс тридцать два деленное на шестнадцать в пятой степени Симка, давай в прятки, а? Ты обещала? Не сейчас Ага, так-так-так У разочек И будешь дальше свои примеры решать С жучкой поиграй Ну хочешь, я водить буду А ты прятаться Сумма квадратов катетов равна Говорила, что обещание надо пополнять А сама уткнулась в фикситап Так, посчитаем Минус восемнадцать Плюс тридцать два деленное на шестнадцать в пятой степени Вставай, вставай, скорее! Что еще? На кухне такой бум случился Я не слышала никаких бумов Папу зовет, срочно! Ну ладно Я подержу Вот теперь точно в прятки поиграем! При встрече с человеком фиксики превращаются в винтики или просто прячутся Детей учат этому дома и в школе Правда, некоторые фиксики стараются найти укромное местечко и когда не готовы к уроку А взрослые фиксики ездят на соревнования по пряткам В этом году победил друг папуса! Его так долго не могли найти, что он разрядился и сам того не желая превратился в винтик! Люди тоже любят эту игру Кто-то вводит, остальные прячутся Или наоборот, все вместе ищут одного, кто нашел, кто же прячется До тех пор, пока не останется всего один человек Тогда игра начинается заново! На кухне все в порядке! Слышишь, Нолик? Ты где? А где фикситап? Опять твои шуточки! Отдай мой фикситап! Сначала найди! Легко! Не угадала! И там меня нет! Хе-хе! Подсказать? Давай, горячо-холодно! Холодно! Еще холоднее! Тепло! Горячо! Паша! Паша! Ну и где же ты, раз горячо? Горячо, это значит сгорела! Не в ту сторону пошла! Ты путаешь! Если я иду правильно, то горячо! А неправильно холодно! Да? Давай проще! Налево или направо? Прямо! Эм... Направо! Ой-ой, не туда! Ты же сказал направо! Перепутал! Сейчас точно направо! Лево-ля! Давай налево! Налево давай! Ой-ой, нет! Направо давай! Поворачивай налево! Ой-ой, то есть направо! Эм... Опять не туда пошла! Так... Я лучше без подсказок тебя найду! Телевизор, 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 телевизор Ти-ти-ти-ти-ти-телевизор Дрыц-трец-телевизор 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 Синтезатор? Нет, нет, нет Экскаватор? Нет, нет Ну что, сдаешься? Значит, я выиграл И ты снова в воду Я с тобой не играла Ну быстро отдай фиксит ап Хорошо, хорошо Ой, а у меня его нет Что? Он это, в коридоре В правом ботинке Дим Димыча Я там сидел Упс, кусачка Финка, не надо Она нас съест А кто просил в ботинках прятаться? Стоп, говоришь Правый ботинок Ну да Ой, это был левый А я опять все напутал Их Да Придется тебя научить Запоминай Вот это лево А вот это Право Налево Право Левей Правей Налево Направо Налево Направо Пусть твердит моя семья Их искать не надо Все равно уверен я Фиксик где-то рядом Он тайный мой помощник И добрый мой сосед А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Гипс Так-так, снова прогуливайте О-о-о, Симка и Нолик, вы видели это? Ого, голова чудакова? Ага, одна голова чудакова хорошо, а две лучше Что такого? Лизонька профессору памятник лепит из гипса Так это ж пластилин Заготовка из пластилина По ней делают форму и заливают туда гипс Пошли, в школу опаздываем Э-не, тут дела поинтереснее Будем гипс проверять, так и передайте Прогульщики Бомбочкой Гипс – это минерал, который добывают в горах А на заводе измельчают порошок Если порошок смешать с водой Получится масса, похожая на крест Из нее можно слепить все, что угодно Например, скульптуру или колонну Главное – работать быстро Чтобы материал не успел застыть В затвердевшем виде гипс, кстати, прочный Но не как камень Поэтому гипсовые фигуры лучше не ронять Ха-ха, качественно загипсовались Как волнительно Стой! Я увековечу гения Евгеньевича для потомков Ой, какие фигурки Наверное, к гипсу прилагались Надо вас раскрасить Где-то у меня был лак Вот влипли Бежим! Хороший гипс Прочный Превратимся в шестеренки Не могу, гипс мешает Нашла Какие неустойчивые Ладно В полоску или в горошек Гений Евгеньевич А я вам сюрприз готовлю Ни за что не угадайте Что? У вас в кабинете? Поняла Думай Или так и останемся памятниками в горошек Будем падать С ума сошел! Разобьешься! Зато гипс сломается Я поняла Все-таки в цветочек Какие-то они неровные Не буду красить Сначала отшлифую Ты игрался? Лучше бы в школу пошли Тебе же нравилось быть скульптурой Вот и останемся ею навсегда Из-за тебя Ах так? Сейчас ты у меня получишь Из гипса делают не только скульптуры Это удобный материал для строительства С его помощью можно возвести новую стену И поделить большую комнату на две маленьких В медицине без гипса тоже никуда Стоматологи делают слепки зубов По ним изготавливают протезы или брекеты Чтобы зубы были ровными и красивыми И, конечно, это незаменимая вещь при переломе Бинты вымачивают в растворе гипса И слой за слоем накладывают на травмированную руку или ногу Повязка застывает, фиксируют кости и они срастаются А еще на ней можно нарисовать что-нибудь веселое Чтобы приободрить друга На конец! Что происходит? Симка! Нолин! Сюда! А где фигурки? Скоро же профессор придет Нужно все доделать Фигурки потом найду Не убегут же они в самом деле Как говорится, я памятник себе воздвиг нерукотворный Очень даже рукотворный Да уж, скучно сидеть на уроках Зато как весело стоять Пусть твердит моя семья Их искать не надо Все равно уверен я Фиксик где-то рядом Он тайный мой помощник И добрый мой сосед А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Голосовой помощник Фрид, ну там мама Дим Димыча! Сегодня в 10.00 вы хотели сходить в магазин Точно! Я и забыла Алиса, спасибо! Пожалуйста Это что, Симка прикалывается? Ку-ку! Симка! Ну, Алик! Вы тут? Погоди, голос был другой Может, там новый фиксик? Пошли в гости и узнаем Давай сначала познакомимся Ходить друг к другу в гости здорово Особенно, если соблюдать несколько простых правил Например, договариваться заранее и не опаздывать Хозяину будет приятно, если к чаю принести что-нибудь вкусное Ну и конечно, в гостях надо быть вежливым и вести себя прилично А то представьте, вы открыли дверь, а гость не раздеваясь идет прямиком в комнату И даже не здоровается Садится за стол с грязными руками, а потом вообще запрыгивает с ногами на диван Шуми, все хватает без спросу И при этом ни пожалуйста, ни спасибо Вам бы было приятно с таким гостем Хе-хе-хе, не думаю Как ее? Алиса? Да, зовут Алиса! Алиса, привет! Добрый день О, отвечает! Хе-хе, ты фиксик? Ну да А что, не похоже? Хе-хе, так мы не знаем Иди к нам Мне и тут хорошо Странная какая-то С людьми общается, а к нам идти не хочет Алиса, а у нас помогаторы есть Выходи, покажем Мне собираться лень Ой, да ладно тебе? А на фиксибордах погонять хочешь? В другой раз Хе О, а ты мультики любишь? Ага Хе-хе, сейчас точно выйдем А какие любишь? Хе, вот чудная Ах, сами выберем Включи мультик про ковбоев Одну секунду Ах, как ты в телевизор попала? Эй, скажи что-нибудь Обратно что ли убежала? Эй, ты здесь? Ах, может в пульте сидит? Кончайте прятки, Алиса Уходи Голова болит и устала очень Да как ты это делаешь? Она нас дурачит Стой здесь Увидишь, лови Ага Алиса, немедленно выходи Би-би-би Ах ты, дразница? Ну все, с меня хватит Ты же сказал, нельзя Сюда Не догнали Летим к телеку Фрик, Вик, я вас заждался А вы чего это такие? Алису ловим Кого? Алису Не в курсе? У вас новый фиксик живет Фиксик Алиса – это голосовой помощник Кто? Никто, а что? Голосовой помощник – это очень умная программа Она устроена почти как мозг Понимает, что ей говорят И выполняет команды Лечи в пульте Покажи погоду А теперь найди в интернете сколько ног у паука С ней можно даже просто поболтать Или поиграть Помощник живет умных колонок, телефонах и телевизором И может управлять техникой Например, включая свет и пылесос Вот мы балбесы Думали, это живой фиксик Ага, еще играть звали Да она все может Алиса, включи фиксипелку-колесо Ого, надо чинить, пока люди не пришли Алиса, подскажи, как готовить вафли? Быстрее! Алиса? Не знаю Я электричеством питаюсь Что-что? Мне нужен рецепт Вместе мы можем приготовить много всего Алиса, а ты знаешь, кто такие фиксики? Фиксики – маленькие человечки Живут в машинах и приборах по всему миру Ладно, ладно, верим Знаешь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова